человек шпагат а вот у нее есть такая номинация надеюсь мы сегодня его конечно же увидим итак ваши аплодисменты валерия потапенко адрес татушечки но вы должны были подыграть вообще-то адрес татушечки в общем на этом я ухожу хотел бы сразу заранее извиниться перед нашим телезрителям шпагата от валерии сегодня не будет но поперечный ну неплохо на самом деле я даже не живи мы танцуем буги буги поворачиваем круги и в ладоши хлопаем вот так раз два три буги буги окей бакли мы используем очень редко в основном летом когда делаем овощную рагу виктор пелевин автор прямо скажем не для всех и не каждая книга одинаково понятна и приятно но дженерейшн п наверное одна из самых популярных приветствуем всех любителей вкусно перекусить это есть тудей и с нами наш постоянный партнер группа предприятий янта для тех кто любит естественно повкусней янта майонез сделанный с душой только из натуральных продуктов выращенных на собственных полях для ценителей качества по госту такой нежный такой густой янта есть вкусно друзья приветствую вас на самой вкусной телепередаче на данный момент еще и веселый да да в эфире наталья и меня зовут илья если кто-то был наверно мороз слава богу что еще на улице натаха ямаха и илья который не мороз а сам себе придумал что он мороз ну что сегодня мы также будем обозревать интересные новости сегодня также нам что-то вкусно я надеюсь вкусно приготовить наталья это тоже очень надеюсь потому что как обычно я буду это готовить впервые и только для вас да а можем немного забежать вперед что янта будет янта янта будет ленивый хачапури на сковородке творожный ленивый хачапури на сковородке творожный какой-то там вот будет вкусно но давайте об этом попозже насколько они ленивые ну прям настолько что ленивые как я сегодня утром которая вообще не хотела просыпаться никуда идти во сколько ты проснулся 10 неплохо я проснулся в пол девятого потом проснулся в 11 45 зачем саканство за 15 минут до начала эфира если что ну кстати я вроде выгляжу выгляжу бодричком ничего так не забыл какой-то наклейку от очков открыть только я кстати ждал когда вы мне скажете а зачем но все видели что у меня очки там от кого от кого от вас кла на секундочку ну что это что-нибудь интересное выяснил в этом мире да друзья в наше нелегкое время когда хочется наладить какой-то бизнес один человек там имя не упоминается в этой новости один человек что сделал он сфотографировал в подъезде лифт так и разместил это в на авито есть такой сайт где размещаются объявления и продал его разместил фотографию я там такой-то такой-то продаю лифт пожалуйста кому надо про ну кто-то клюнул это действительно просто купил лифт в подъезде но мне кажется сошло с рук дальше об этом история умолчивает просто я почитал комментарии в основном пишут и и что дальше а потому что так очень как будто это выдуманная история сидят такие же несчастные люди как мы с тобой которым каждый день нужно искать какие-то новости значит соответственно в этом мире есть где-то именно так происходит подборка новостей на канале телемикс посмотрим новости собственно на этом канале итак новости посмотрели продолжаем наш эфир возвращаясь к тому что есть какие-то несчастные люди которые должны писать какие-то смешные новости для таких людей которые их ищут нужно каждый день нам нужно что-то интересное обозревать вот мне кажется вот этот мужик просто придумал эту новость с лифтом вот и все кому же ты про меня сейчас что я придумал эту новость лифтом уже придумал не написал вот просто всплыла мысль такая есть некая градация людей так мужчина нет мальчик мужчина парень мужик да вот под какой градацию по твоему мнению я подхожу парень парень то есть не мужчина и не мужики не мужик это для меня не знают такие большие руки такие большие руки он такой мужик иди сюда все успокоил тебя с левой от с одной вот мальчик кстати есть категория мальчиков вот они молодые вроде бы там им 30 лет но вот и на него смотришь мальчик прям мальчик ну и детки маленькие кто у нас еще какая-то градация есть парень парень это еще не мужик в том плане что я еще не мужик я все примеряю на себя по возрасту еще типа ну не мужик что прям вот совсем там прямо мусорок там просто есть такие кто в 28 уже на мужиков да да ну ты на него смотришь он вот он прям мужик прям мужик такой знаешь у него какие-нибудь голоса тебе привлекает какой больше тип мужики мужики такой чеснока борщом запил такой здесь капуста остался завтра доем так кстати я так делаю иногда могу ли считаться мужиком у меня бороде застревает еда и через некоторое время я могу да не борода у тебя растительность это не борода это легкая растительность такая да и как бы нелегкая растительность кстати вы узнали интересно красивый парень все хорошо с ним да вот кстати про парень девочка мальчик там этот эти знаком с таким понятием как гендер пати знаешь первый раз когда я услышал я подумал это что такое европейская и у нас в эфире нельзя произносить а потом как оказалось это все на самом деле гораздо проще ну да это слова гендер 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 это смотри будет мальчик да голубенький девочка голубенький или розовенький в общем у нас на самом деле сейчас очень модно все вот это не делал такую штуку да у тебя дочь его вот такую штуку не делал я делал кстати зарядку недавно вот и я думаю что наши телезрители хотели бы ее тоже посмотреть не мою конечно там поинтереснее привет меня зовут федотова яна я фитнес инструктор и персональный тренер вы наверняка видели во многих дворах тренажеры и сегодня я вам покажу как пользоваться одним из таких тренажеров данный тренажер у нас для упражнения под названием гиперэкстензия он направлен на мышцы задней поверхности бедра и ягодец как мы его выполняем фиксируем ноги колени держим немного мягко не переразгибайте суставы руки за голову смотрим прямо перед собой и делаем опускание вниз и подъем за счет сокращения мышц задней поверхности бедра если вы новичок вы можете начать с 10 раз если вы опытный спортсмен вы можете делать 15-20 повторений очень важно сохранять правильную технику не переразгибайте спину назад это дать нагрузку на поясничный отдел поэтому держите спину ровно лопатки сводим вместе не округляя грудной оде данное упражнение хорошо проработает мышцы задней поверхности бедра ягодиц и также укрепит мышцы спины это любимое упражнение многих девушек вы можете его выполнять как в тренировке на ноги так и в общеукрепляющий на все тело любите фитнес и занимайтесь им регулярно итак наш эфир продолжается после интересной зарядки который продолжает кстати делать у нас наталья мы остановились на теме гендер пати возможно не все понимают что такое в общем смотрите это определенный день выбирают либо будущие молодожены либо уже выбирать срок беременности у женщины да они эти люди эта пара гадают кто же у них будет то есть получается результат что что они не то чтобы гадают кто у них будет есть определенные компании которым женщина после узи приносит бумаги года но уже написано девочка у вас или мальчик они и приносят там декоратором сами будущие мама и папа они не смотрят и нет они отдают этим самым специальным декора который в шарик шарик во что угодно в огнетушитель в шарик в зонтик я делала зонтик в огнетушитель тоже до заправляет определенный дым как ну чем вот этот смесь вот эту а ну это если на улицу можно масштабы на самом деле поразительные какие могут быть там чуть ли заказывают иногда не самолет который пролетая над парой вот не знаю как неправильно звать короче оставляет след за собой он сбрасывает над ними вот эту вот штуку какую-то там голубого или розового цвета приколь масштабы реально просто поражает вот одна пара в бразилии ее могут даже привлечь за эту масштабность к ответственности за подкрашивание водопада они решили что они придут в красивое место там в бразилии там узнать ребенка чтобы узнать пол ребенка не встали на фоне водопада и в какой-то момент он полностью окрасился там в голубой цвет соответственно там да они ждут мальчика просто это теперь этом этим разбирается кто там правительство не правительство нанесли они экологии до экологии вред он это очень прям мне кажется не хорошая штука я все понимаю вы очень счастливы вы ждете там малыша но чтобы при этом вокруг гадить так скажем я думаю для этого конечно должны быть специально подготовлены праздничное агентство которые вам все сделали а вот буквально недавно к нам гости приходили ребята которые занимаются вот экологическими моментами нашего города вот и мы обсуждали для меня просто вот положил руку на сердце все что касаемо экологии прям очень да да трудно очень очень трепетно и трогательно поэтому да очень масса у нас компании которые занимаются в городе вот этим оформлением гендер party даже я это делаю на самом деле у меня как-то раз заказали зонтик это было четвертно потому что эти про зонтик ты неплохо упомянула потому что сейчас прогноз погоды будет да и надеемся что без зонтиков у нас там обойдется ну что а наш эфир продолжается илья знал ли ты что люди могут вообще не есть ты знаешь что такое про наедение вообще про наедение да не про наедение или прямо одно слово про наедение все шуточки минуточки вот эти вот не шуточка действительно мне интересно наедение это такой образ жизни где людям вообще не требуется еда они питаются только воздухом и солнечным светом нормальные люди что это как я не знаю почему не отказываются от еды осознанно какая-то нездоровая штука вот например в китае кстати есть женщина которая осознанно отказалась от твердой пищи потому что у нее начались на есть мягкую послушай она вообще не ест пюрешечку пьет 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 то есть она жидкую она не пьет с горя в свой следом нет а теперь есть она только пьет это неплохая жизнь только водичку с сахаром с солью или какой-нибудь там фруктовый сок все но ей пришлось это сделать отцу осознанно она занимается йогой но это не под поэтому и пришлось отказаться и пришли отказаться потому что у нее начались большие проблемы со здоровьем у нее что-то стали какие-то там плохие анализы по крови у нее сдали или просто кушать не запретили я не запретили и назначили определенную диету которая ей не помогла и она обратилась к какому-то там местному монаху который есть сказал что попробуй просто попробуй вообще откажись от твердой еды ты ну типа все будет нормально по сути нам же немного надо да у нас должен был баланс сахара в крови соли и там ну какие-нибудь там питательные элементы жира а ну жира у меня хорошо зима скоро знаете ли будет запаслись вот и она стала питаться только солью с водичкой водичка с сахаром и вот сок какой-нибудь и чувствует себя замечательно занимается йогой может еще в свои 63 года очень многих удивить своими какими-то способностями а как у нее телосложение она очень худая она очень худенькая смотри вот как она выглядит очень стройненькая вот такая вот бабушка аккуратненькая да но она сморщенная как у рюк ну соответственно конечно если не есть ничего жирного ты будешь такая худенькая друзья ни в коем случае не комедую садится на такую жидкую диету именно поэтому сегодня наталья нам приготовит что-то жирненькая что-то жирненькая тверденькая да или жидкая жирно вкусненько жидкая пойдемте я расскажу что я буду готовить пойдемте и разу не готовить пойдемте кстати у меня большие проблемы правда с неправильным произношением слов я некоторые будет пойдемте пойдемте да это мои прям большие проблемы еще когда я работала в театре мне все об этом говорили наш прикольно мне кажется вообще это это фишка человека вот представляешь который вот постоянно говорит очень правильно вещи свои то есть никуда никогда не ошибается а вот не знаю мне простой такой человечек который пойдемте пошел иен то такое прикольный такой бабушка такая когда работают должны говорить правильно мы безусловно но у нас развлекательная телепередача поэтому пойдемте наше сегодняшнее гости у нее вот я тоже замечал вот есть некоторые такие возможности и способности она профессор ксавьер что ну профессор ксавьер у нее возможности там особенностями вы просто услышал просто профессор сексавьер давай немножечко я расскажу что я буду готовить профессор сексавьер переменую тебя так в телефоне мне очень нравится это будет ленивый творожный хачапури по-аджарски на сковородке для этого нам потребуется очень мало ингредиентов творог яйца тертый сыр мука масло соль все как я это буду готовить вот эта камера потом покажет там потом будете смотреть вот оттуда все все что пора звать я просто представляю как качапури такой готовится и плавно перебирается сковородку отбивается от лопатки так вот так что когда так мы сейчас друзья встречаем рекламный блок на телеканале теле микс приветствуем всех любителей вкусно перекусить это есть тудей и с нами наш постоянный партнер группа предприятий янта для тех кто любит естественно повкуснее янта майонез сделанный с душой только из натуральных продуктов выращенных на собственных полях для ценителей качества по госту такой нежный такой густой янта есть вкусно и так мы готовы все таки представить наконец-таки нашего гостя до рекламы то уж можно напоминаю что это телепередача есть тудей если вдруг вы забыли на стене написано наталья илья вот а приглашаем мы сюда в студию сейчас регалии расскажу первую очередь конечно же это настоящая мама так вот потом только вот остальное одна из первых в нашем городе начала танцевать google да и дуще которая начала танцевать может быть да и но не столько с древней и по праву наверное человек шпагат вот у нее есть такая номинация надеюсь мы сегодня его конечно же увидим и так ваши аплодисменты валерия потапенко адрита тушечки адрита но вы должны были подыграть вообще-то адрита тушечки в общем на этом я ухожу без тебя ну илья мне надо хочу пуре готовить иди разговаривай валерия пожалуйста на розовый трон пожалуйста да ну здравствуйте как дела в целом что новенького интересненького если ничего нет то тоже я пошла самом деле я ожидал что первым делом ты зайдешь и на шпагат прямо на наш ковер мы сегодня илюх не подготовились видишь юбчоночка да ты не хотел бы не брать в интервью до увидел на юбку на мне все ну ну уже никуда не деться хотел бы сразу заранее извиниться перед нашим теле зрителями шпагата от валерий сегодня не будет но но попу есть у нас сегодня сегодня илья есть на человек в студии который сейчас сказал что наш погас сегодня станет илья илья мог бы стать наш богат но илья не умеет оказывается что наша а на него не надо вставать обладает такими гибкими навыками что на шпагат надо садиться ли вставать может быть вставать со шпагата а садится на шпагат у меня так делала моя как же тренер получается по художественной гимнастике когда ты не до конца садишься на шпагат она встает на твой шпагат нога сверху так цвет да я надеюсь когда я свой демонстрировать буду вы не станете в общем то еще можно уйти до сих пор в общем наталья сказала что она умеет делать шпагат и мы ее с валерий просим сегодня дашь демонстрировала сейчас она вот сыр для себя нибудь подсыпь мне кажется на очень детском и хочу чтобы вы не досмотрели мою шпагат и сыр я смотрю на него мне его жалко представь что это ты вот собственно к шпагату к шпагату я могу показать свой которую у меня вот такое расстояние например да там чуть-чуть осталось как клиренсу джипа дальше минус короче но когда-то когда-то я на него садился были времена 50 лет назад вот примерно когда я занимался дзюдо вот я прям садился вот вот это как называется поперечный рапе пей поперечный приезжаю ну не плохо это стало на самом деле меня на лоха же еще и штанишки сейчас порвутся и так все в дырочке они поэтому у него в дырочку что вот так каждая присаживается тихо тихо я хочу обратно вернуться сам справится это без разминки видишь вот как это даже без разминки потому что есть мышечная память помнят ножки то твои конечно шпагатики серьезно неплохо да был неплохо да чем учетом меня джинсы если бы на тебя одеть лосины какие-нибудь которые тянутся либо колготки могут я вот на поперечный больше не сяду потому что в свое время когда занималась гимнастикой это было очень давно одна девочка до сих пор помню какой зовут она живет по мы даже в городе усырис не буду говорить не валерия нет мы не занимались вместе с лерой гимнастикой прыгнула мне на спину когда я делала складочку это когда ты садишься на пол и вот так вот складываешься до до носочков тянешься тянешься к носочкам и это мадам прыгнула просто мне на спину у меня случился компрессионный перелом позвоночника которым я узнала очень задолго потом когда начались головные боли и все такое ты сразу не поняла ты нет он когда случается он сразу его и не понятно у тебя что-то болит там что-то тянет как ребенок болевой шок организма наверно от этого я тоже почувствую сначала шок а потом болевой шок но я надеюсь головные боли потом не будет и все будет хорошо и у меня из-за этого перелома у меня искривился таз потому что позвоночник стала сообразным и одна другую вот так вот потянула сторону теперь я очень кривая я предлагаю найти я предлагаю найти пойти эту девочку в таз водой не налить то есть но это всегда будет конечно да все правильно может быть давай уже попросим леру рассказать немножечко о себе нам надо успеть до конца эфира чтобы ты приготовила поэтому разговаривай с лере пожаре ты готовь да и в конце друзья самое главное не переключайтесь самое главное не выключайте не сворачивайте вообще никуда не уходите смотрите до конца сегодня наталья нам покажет шпинат ой богат лера шпинат сегодня рассказывай как главного на этом начали наш потихонечку помаленечку что новенького в моих гибких гибком теле моем новом гибком теле завелись глисты теперь я еще гибче вот я могу диафрагмент хорошо делать у меня уже фото началась если честно тихо 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 слушайте прошло уже минут 10 я уже стала терять сыр ну написано на мелкой терке на трите тру на самой мелкой что происходит сыром я вижу что он очень долго тресла мы тебе помочь нет не надо помогать разговаривать леры пожалуйста уже 10 минут прошло гости люди люди до сих пор не могут понять почему пригласить веру кроме то что она просто гибкая и красивая у нас таких ну обратите внимание что она еще очень веселая и эмоциональная это несмотря на то что у человека двое детей да да я выбралась в первый раз за все время что хотели откуда из этой детской ямы я кстати недавно смотрел твой инстаграм про мух ты рассказывал очень интересная а я недавно наткнулась на лере на красивую буквально я никогда не могу понять как это работает ты какого-нибудь человека встречаешь где-нибудь или подумаешь о нем потом ты его встречаешь вчера я подписана с рабочего аккаунта своего декораторского на многих фотографов я зашла какой-то фотографии там лера такая с волшебной палочкой какая-то в да 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 я люблю очень креативные фотосессии мне доставлять вот это фотографировал вчера это экстремальная фотосессия до сих пор мухи потом залетели мухи вынесли из леса скользить это наше место каньва ну и в чем заключалась идея этой фотосессии вчерашней просто красивая леди в белье да мы установили сзади белье в белье в красном в красном экстравагантненько а сзади установила наш фотограф установила ширму подожгла ткань фотографа мне волосы красную ткань да и на фоне вот этого пожара я в красном белье немножко напоминала какую-то шабаш ведьм я не знаю это в преддверии 31 октября да кстати я тоже вчера об этом подумала когда мы сможем увидеть эти фотографии завтра мне день рождения планирую выставить своему дыре ты вот к этому моменту когда происходит день рождения сделала фотосессию и вот в этот день чтобы всех ошарашивать я думаю прям бахнуть лера ты замечательно выглядишь я знаю что у тебя есть двое очень красивых детей расскажи нам пожалуйста мы уже разговаривали с одной нашей предыдущей гости у нее тоже прекрасная фигура очень интересно как ты поддерживаешь такую вот форму как у тебя это как-то природой так получилось что все хорошо шпагаты шпагаты кстати да я сейчас старшего дала в спорт и потихонечку его начинаю растягивать чтобы он какой-то точно тэквондо отлично кстати спорт именно для растяжки да да я думаю у него получится это переживаю верю в его силу его силу шпагата чтобы он точно мог ударом на своей ногой попадать через вот так а ты а а я все очень просто дети на данный момент это мой фитнес не сидим на месте всюду бегаем всюду носимся повсюду абсолютно не утро начинается с каши да то есть уже все вот как ты стою работают руки качаются руки ну-ка покажи кстати его носишь да по маленький но на такое слушай ну неплохо вот и даже порой бывает такое что нет времени поесть особенно вредного то есть ты готовишь сама до детей и сама не готовлю утро начинается с кофе крепкий кофе вот который меня подчину или прям кофе прям крепкий кофе без сахара ну это мой энергетик да мне мне двое детей мне нужно их как-то развлекать разница между малышами 2 годика сколько сейчас старшему старшему 4 младшему 2 так ну куда все да и вот мы с ними учуя отжиматься там и вместе танцуем постоянно на месте не сидим танцуем может быть несколько движений нам покажешь но только только после рекламного блока на телеканале телемикс и так продолжаем эфир такой у нас познавательный сегодня научно-технический технологический эфир физически физически и валерия нам пообещала показать показать как она развлекает своих детей каким танцам и мы готовы в принципе посмотреть это я думаю что наши зрители тоже готовы и возьмут к уроке дают танцев для своих детей до будешь моим сегодня ребенком я буду показывать ты будешь повторять лялечка моя третий мальчик мой смотри это будет все очень просто деткам да нравится что-то такое простое то что они понимают это что они слышат ну это такая мини мини игра в танцевальном формате как я сейчас буду петь и тебе показывать а ты будешь со мной повторять хорошо найдите карту найдите карту поехали ручку правую вперед а потом ее назад а потом опять вперед и немножко потрясем мы танцуем буги буги поворачиваем круги и ладоши хлопаем вот так буги буги окей и назад идем буги буги окей буги буги окей ну вот молодец видишь а вот можно еще раз про ручку правую назад как там было на потом мы меняем и на левую ножку потом можно меня ложку на левых на левую ручку можно менять ножку правую вперед а потом ее назад и немножко потрясем да ножку прям ну да пока ножку правую вперед а потом ее назад а потом опять вперед и немножко потрясем и поехали мы танцуем буги буги поворачиваем Ну, все, в принципе, понятно. Понимаешь, моторика, изучение, да, рук левая, правая, ножка правая, левая. Это действие, напомню, ножку правую вперед, а потом ее назад, а потом бордюр вот так вот есть. И гамняшку, и гамняшку обтерем. Да, то есть, ну, ассоциации такие. Ну да, вот такая вот игрушка, девкам очень нравится, да. И таких вот этих музыкальных, танцевальных движений очень-очень много. То есть, я представляю, как ты просыпаешься, алгоритм такой, варишь кофе, выпиваешь эту чашечку кофе, потом готовишь кашечки одному-второму, и потом, так, дети, мы поели и погнали. А теперь буги-вуги! Серьезно, прям... Дети, ну что, опять? Мам, ну не надо. Мам, можно хоть день без буги-вуги? Пожалуйста, просто кашечку. А дети тебе такие, совсем обозрело? Да. То есть, это к чему я? У нас сейчас рубрика называется «Совсем обозрело». Мы посмотрим интересную рубрику про книги. Давайте смотреть. Очень сложно пройти мимо такого шкафа с бесплатными книгами. Если повезет, на полках обнаружится что-то интересное. Например, отечественный постмодерн. В рубрике «Совсем обозрело» сейчас узнаем подробнее. Виктор Пелевин. Автор, прямо скажем, не для всех. И не каждая книга одинаково понятна и приятна. Но «Дженерейшн П», наверное, одна из самых популярных. Я впервые открыла ее еще в институте на парах по современной литературе. Если отбросить тот сюр, что время от времени происходит на страницах, можно найти много юмора и сатиры. Точное описание 90-х, когда жизнь людей строилась по-новому. Узнать немного больше про рекламное закулисье и поразмыслить над тем, как же на самом деле устроен наш мир. И если другие произведения Пелевина я перечитывать точно не буду, то это вполне с удовольствием освежило в памяти. А еще в 2011 году по книге сняли полнометражку, где в ролях Владимир Епифанцев, Иван Ахлобыстин, Сергей Шнуров, Рената Литвинова и другие личности, которые создали невероятно органичное отражение текста на экране. Но стоит учитывать, что и в книге, и в фильме встречается ненормативная лексика. Практикуется расширение сознания с помощью запрещенных веществ, что, впрочем, привычно для произведений Пелевина. После таких опытов на страницах появляются, например, тайные доктрины Вавилона, божества и попытки найти национальную идею. Потому возрастной ценз 18+. На извечный вопрос, что лучше, фильм или книга, в этом случае ответить сложно. Оригинал помогает лучше понять все происходящее, а картинка выгодно дополняет текст. В моем случае получился отличный тандем. Вот такие неоднозначные романы можно найти в шкафах для буккроссинга в новых скверах Уссурийска. И чтобы продолжить культурный обмен, возвращаем книгу на место. Меня зовут Анна Клыга, и я совсем обозрела. До встречи в следующий четверг. Ну что, друзья, мы продолжаем нашу вкусную передачу Есть Тедэй. Я напомню, что я сегодня готовлю. Это штуковина называется. Верну на место. Убирала, пока была реклама, пауза, чтобы не подгорело. Это ленивая хачпури из творога на сковороде, для которой нам понадобился, собственно, только творог, мука, соль. Если ты мне сейчас будешь портить эфир, я пожарю твою голову. Вкусно пахнет. Вот. Творог, мука, соль, яичко, которое надо было отделить от желтка. Посмотрите, что делают, а. Мы уже хотим есть. Я пытаюсь звездить здесь. Вам рассказывать, что надо, а они лезут в мой кадр. Яичко надо было отделить. Яичко? Яичко надо было. А я забыла. Ё-мо. Тебя надо научить отделить яичко. У нас в гостях сегодня, между прочим, шикарная, замечательная, гибкая, юморная, красивая Валерия Потапенко, с которой мы разговариваем о таком интересном танцевальном движении, не движении, а направлении, как гоу-гоу, Лера. Расскажи мне, пожалуйста, всегда было интересно, что это за... А тут танцевальное движение, кстати, можно будет посмотреть. Ну, они вот такие вот там... Я так не покажу, потому что я кусок дерева просто. Они такие там стоят. Хорошо, если ты дерево, то какое? Дуб. Большое такое, вот неповоротливое. Ну, белочки в тебе живут. Хотя, на самом деле, да. На самом деле, когда я работала в театре, у меня был замечательный там постановщик Анна Берсанова, и она всегда говорила, что... Можешь привет ей передать пользу. Она говорила, что у тебя всегда все нормально. Друзья, она всегда говорила, что у тебя все нормально. Все нормально. Она тебя успокаивала, получается, да? Она все идет из головы. Я ненавижу тебя. Я тебя задушу за эфиром просто. Лер, расскажи, пожалуйста, что за гоу-гоу? Что ты тут устроила за гоу-гоу? Лер, пожалуйста. Я даже не знаю, что вам рассказать. У вас все нормально. Да. Михаил Саня Шарманцев начал нормально. Просто я немножечко ссаливаю. Ну, гоу. 5-10, 15 минут 5-10, 10-го. Это. Ну, что я могу сказать? Го-гоу – это импровизация. Вот. Ты выходишь, да. Все, что важно. Важна пластичность, гибкость твоего тела. Эмоции. В каждом танце очень важны эмоции. Да, я выхожу, я отдаю себя. Я кайфую, я танцую и наслаждаюсь. Вот. И импровизация, пластичные танцы, двигаешься под музыку. Все. И все. И какие-нибудь очень прикольные костюмчики. То есть это один из ключевых моментов. Например, какая-то тематика в очеринке, ты в костюмчике там. Ты сама их все шли, расскажи. Я видела просто, у тебя костюмы, это правда? Нет, какие-то у меня сшиты костюмы, какие-то я покупала на заказ, под заказ, да. Да, у меня есть у меня дома... Ты сама себе куда-то обращаешься, да? Я могу что-то подшить, переделать, стразики пришить. Периодически я свои костюмы как-то модернизирую. Что-то добавляю, что-то выкидываю. Вот. А идеи, а идеи насмотренности или с головы? Что-то с головы. Порой меня прям так чем-нибудь вдохновлюсь, каким-нибудь шоу, думаю, так, все, хочу. Вот недавно я думаю, хочу розовые себе какие-нибудь шорты яркие, хочу розовые колготки. Думаю, надо с этим что-то делать, да. У меня по этому поводу, кстати, есть мнение, есть мнение, так же, как и есть мнение в нашей потрясающей рубрике на канале Телемикс. Давайте его посмотрим. Всем привет! С вами ежедневная рубрика «Есть мнение». Брокколи считается отрицательным калорийным продуктом. Как такое возможно, спросите вы меня. Да все очень просто. Нашему организму на переваривание данного овоща нужно больше калорий, чем в нем содержится. И, кстати, брокколи – низкокалорийный продукт, поэтому его используют для похудения. А как часто посетители торгового комплекса «Центральный» употребляют брокколи, мы сейчас с вами узнаем. Нет, не люблю. Они не вкусные, мне не нравятся. Я не так часто употребляю этот продукт, но знаю, что он очень полезный, поэтому иногда он присутствует в моем рационе. Нет, я вообще, девушка, не использую брокколи. Мне вообще оно не нравится. Мы не готовим дома кушать. Ни я, ни мама, никто не готовит. Брокколи мы используем очень редко, в основном летом. Когда делаем овощную рагу. Не ем, не приношу зелень. Мы благодарим торговый комплекс «Центральный» за помощь в организации съемки. Итак, наш познавательный эфир подходит к концу. Вкусно познавательный. Да, очень вкусно. Что ты сейчас понюхал? Чай. А, чай. А, ты что думала? У вас снег пахнет морозом, как в рекламе Тайда морозная свежесть. Ну что, хачапуринка наша готова. Да, давайте дегустировать, пробовать. Я очень старалась. Нам не такие медали, поэтому ждем, когда на торговле нет. Я вам сейчас дам. Сейчас я положу вам на тарелочку. Не знаешь, чем ты это напомнила? Мультик «Винни-Пух», когда Винни-Пух пяточку завязал нос, и тот не мог кушать. Нам тоже положили, ну типа... Нам того и другого. Нам того и другого. И можно побольше. Так, Винни-Пух, мне мою. Сейчас я вам... Да, Винни-Пух. Неужели? Неужели? Вы поедете. Депоксируем, пробуем. А я пока напомню, как мы его готовили. Мы взяли творог, хорошенько его размяли, смешали его с белком яйца и творога. Немножечко добавили соли. У меня получилось чуть-чуть побольше соли, потому что она у нас крупная, к сожалению. Вот, поэтому можете не делать вид, скажите откровенно, что он пересоленный. Най-прекрасный. Лерчику нравится, это замечательно. Все это мы перемешали, сформировали лодочку, выложили на сковородку, обжарили с одной стороны, потом перевернули, обжарили с другой стороны. Вытащили серединочку, влили туда оставшийся от яичка желток, посыпали сыром, накрыли крышечкой, все, наш хачапуре готов. Да, самое главное, не пересолите. Ну да, ну прости, пожалуйста. Друзья, подведем итоги. Вот такой у нас был потрясающий, прекрасный эфир. Хочу поблагодарить Леру за то, что она к нам пришла сегодня, изрядно повеселила своим заразительным смехом. Да. Можно секундочку посметься? Шутка должна быть. Все, хватит, этого достаточно. Хорошо, когда человек сам пошутил, сам посмеялся. Кому понравился смех Валерии, можете пересматривать эфир в наших соцсетях. Это было из Тудей, было очень вкусно. Илья Мороз, Наталья, всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok